Вору в законе Лавасаглы Батумскому хотят дать два срока по одной статье. Законник сейчас пребывает в заключении в Турции. Батумский городской суд уже 10 апреля может вынести приговор грузинскому вору в законе Миндии Горадзе, известному как Лавасаглы Батумский. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал его адвокат Александр Кобыдзе. Он напомнил, что его клиент был задержан в июле 2018 года в Тбилиси от Джарии. Горадзе вменяют причастность к воровскому миру, вымогательство и участие в воровских сходках. Вместе с законником были задержаны еще 10 человек. Согласно грузинскому законодательству, по статье «Пребывание лица в положении вора в законе Горадзе грозит заключение от 9 до 15 лет». Улики против Лавасаглы удалось собрать в том числе путем прослушивания телефонов. Однако защита настаивает на невиновности законника. У стороны обвинения нет никаких доказательств. Их обвинения построены на версиях из сплетних. Но теоретически, если даже мы допустим, что суд все-таки вынесет обвинительный приговор, то в правовом плане он не может быть исполнен, отметил Кабэйдзе. По его словам, подсудимому нельзя выносить обвинительный приговор, поскольку Горадзе уже приговорен к 12-му годам лишения свободы за то, что является вором в законе. Человек не может отбывать наказание по одной и той же статье, подчеркнул Кабэйдзе. Впервые за пребывание лица в положении вора в законе Горадзе был заочно осужден в июле 2018 года. Также он был признан виновным в вымогательстве и незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности. Его приговорили к 12-му годам тюрьмы. Позднее в феврале 2019 года кутаийский апелляционный суд оставил в силе приговор Горадзе, который находится в экстрадиционном заключении в Турции. По данным прокуратуры, в 2014-2015 годах вор в законе поддерживал связь с находящимися в Грузии криминальными авторитетами, получал от них информацию о ситуации в криминальной среде и давал указания для усиления своего влияния. Он также принимал участие и в сборе воровского общака, отметили в прокуратуре.